Здравствуйте, друзья! Снова с вами канал Сельская Жизнь и я, Юля. Сегодня я решила приготовить щи мультиварки. Капусту хочу перекрутить на овощерезке. Есть у меня вот такой вот кухонный комбайн. Ему уже очень-очень много лет. Нам его подарили друзья на свадьбу. Мясорубка уже вышла из строя. Мы уже и точили ее, и что-то, что только не делали. Вот. Ну, в общем, она вышла из строя. А вот овощерезка, тут я вставила для капусты. Еще есть вот такая вот для морковки. И такая же, только чуть мельче, тоже для морковки. Капусту. Картошку я уже почистила, порезала. Здесь у меня с водичкой плохо видно. Морковку тоже перекручу вот через вот эту вот овощерезку. Одна помидорка осталась. Я ее очистила от кожицы. Мясо у меня куриное. Куриные косточки. Они у меня уже сварились. Сейчас я буду... Приготовлю овощи и буду сливать бульон, чтобы сделать обжарку. И дальше я вам покажу, как я это все делаю. Итак, вот я нашинковала капусту. Вот такая вот у меня получилась она. Так, я поменяла уже эту овощерезку. Сейчас буду шинковать морковку. Знаете, очень она мне помогает, вот эта овощерезка, когда идут заготовки. Итак, я бульончик уже слила сюда вот, отдельно в кастрюльку. Сюда в мультиварку налила масло подсолнечное, потому что мы любим, когда у нас обжаренные овощи в супе. Сюда я добавляю лук. Морковку. Сейчас все перемешаем. Сюда же добавляю эту порезанную одну помидорку нашу. Стоит у меня на программе жарко. Жарко. Вот. Программа жарко. Накрываю крышечкой и пусть оно обжаривается минут пять. Так, прошло вот две минутки. Сейчас мы помешаем тут все. Добавляем сюда мясо наше. Сейчас добавим картошку. Так, сюда же мы сейчас сверху добавляем капусту. столько, сколько нам нужно будет для супа. Достаточно. И доливаем бульон. Так, добавили бульон. Естественно, нужно посолить. Не забыть посолить. Посолить. И кидаю сюда два лавровых листа. Теперь, значит, останавливаю программу и делаем программу суп. Он нам показывает один час. Мы накрываем крышечку и нажимаем старт. И через час наш супчик будет готов. Так, пока у нас готовится суп, еще осталось сорок минут. Остатки капусты. Я ее немного пошинковала, поменьше порезала. Здесь у меня разморозился куриный фарш, ну, буквально грамм 300-400. Сейчас мы сделаем котлеты. Мясо капустные котлеты или еще называют их ленивые голубцы. Но мы будем обжаривать их как котлеты, поэтому мясо капустные котлеты. Итак, фарш перемешиваем с нашей капустой и сюда мы добавляем одно яйцо. Так как у меня мало фарша, я выбрала маленькое, меленькое яичко. У нас молотки начали нести. И я вот взяла мелкое яйцо. Сюда же я добавляю одно яйцо. разбиваю его и перемешиваю весь фарш с яйцом. Это я буду делать в подливе. Мы любим, чтобы у нас котлеты были с подливом. Поэтому фарш я не солю. Я никогда фарш не солю, который идет на котлеты. На чебуреки, на пельмени, да, я его подсаливаю, но не на котлеты. Потом, когда уже мы выложим котлеты в кастрюльку и нальем водички для бульона, тогда я подсаливаю. И вот у нас готов наш фарш. Идем жарить в котлетки. Ну вот, формируем наши котлетки и обжариваем их с двух сторон. На подсолнечном масле я жарю. Перекладываем в кастрюльку. Наливаем водички, чтобы котлетки скрылись, потому что мы будем их кипятить минут 15, потому что здесь капуста. Так, подсаливаем на вкус на свой. Так, добавляем парочку лавровых листиков. Накрываем крышечкой и кипятим 15 минут. Они покипели уже почти 15 минут. Минут может 12-13. Я их сейчас прикрою. Так, ну что ж, дорогие друзья, готовы наши котлетки. Готов наш супчик. О нашем десерте вы узнаете в следующем видео. Всем приятного аппетита! С вами была Юлия на канале Сельская жизнь. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго! Всем пока! Пока!